Всем привет! Настя попросила меня снять немножко про байк, потому что мы задавали свои вопросы, как снять байк. Мы не покажем конкретно, где мы снимали, как испортил этот процесс. Возможно, когда мы будем продлять этот байк, мы покажем, у кого конкретно мы его сняли, вот этих людей, где они находятся и так далее. Сразу хочу сказать, что мы читали в интернете по поводу снятия аренды, собственно, байка. Тем это можно сделать без паспорта, потому что, ну, бывают случаи, когда с паспортом всякие мошенничества происходят, ну, как бы там, не возвращают вам его, находя причину, там, тут царапинка, там царапинка, ну, вымогая деньги. Вот, и мы обошли где-то, наверное, 2-3 конторы, прежде чем снять байк, ну, и где нам сказали, что паспорт обязательный. Ну, мы подумали, что, в принципе, окей, попробуем, дня на 4 снимем, а там дальше видно будет. Вот, конторы, на самом деле, казалось хорошие, они доброжелательные, даже ничего не смотрят, особо после сдачи самого байка. Сейчас уже прошел, по-моему, третий месяц, как мы снимаем этот байк. Вот, сначала мы взяли такой какой-то старенький, ну, тоже, контакт-лик модель. Сначала мы взяли старенький, и он ехал так не очень хорошо, вот, но на третий месяц нам уже дали почти все-таки новый, тут было всего 3000 на нем километров намотано. Вот, ну, и едет он хорошо, и управляется хорошо, там резина отлично, все в порядке. Просто хотел обратить внимание, на что посмотреть, да, на что обратить внимание, когда вы собираетесь снимать байк. Ну, во-первых, конечно, посмотрите, здесь пластик, то есть, чтобы на нем не было царапинок, таких прям явно выраженных. То есть, здесь они есть, но нет такого, чтобы прям видно было, что его прикладывали. Также, перед весь в порядке, вот, у них никаких сколов, ничего нету. Обычно, когда вы приходите куда-нибудь в конторку снимать байки, ну, там стоит ряд, и вам говорят, ну, выбирайте любой. Возьмите ключи и посмотрите, и вообще, что там на циферблате, собственно говоря, сколько там можно. Сейчас я покажу. Это Honda Clip модели, вот, ну, то есть, стандартный ключ. Вставляете, поворачиваете на Open, здесь вот открывается, нажимаете кнопочку, здесь Open написано, и открывается багажник. Вот, хорош тем, что здесь, видите, у него технику, мы тут каски катаем, точнее, складываем каски, когда приезжаем куда-то. Ну, и так продукт надо закатать. Вот, стандартный бакажник такой. Вот, ну, возьмите ключи, посмотрите, включите его, посмотрите, сколько тысяч километров на нем уже намотали, вот, ну, соответственно, из этого можете сделать вывод. То есть, если это больше 10, 20, бывает даже 50, 60 и 90, вот, ну, выберите что-то поновее. Не факт, конечно, что если байк старый, то он будет плохой. Возможно, там уже все перебрали, переделали, и он отлично работает, включите, бегает. Можете взять, попробовать прокатиться, они, в принципе, дают это сделать. Если вы так же попросите, если у них есть паспорт, как гарант, что вы никуда не въедете. Резину можете посмотреть, то есть, чтобы она была относительно свежая, вот. Здесь она такая подлысевшая, но это, на самом деле, ее свойство. То есть, здесь есть протектор, вот, и он глубокий, это говорит о том, что, в принципе, это новая резина. Соответственно, если вы первый раз снимаете байк, с которой вы не знакомы, когда никаких отзывов о ней нету, знакомые там не снимали, желательно, конечно, отход к байку. То есть, самый первый байк, который мы сняли через 4 дня в этой конторе, я отходал со всех сторон. То есть, справа, слева, спереди, сзади. Единственное, я забыл, споткать спидометр. Тоже желательно, сфотографируйте. Вот, и, в принципе, это будет таким, более-менее гарантом от того, что вам предъявит потом за и существующие царапины. Смотрите, когда вы снимаете байк, вообще, сначала лучше, ну, приехали, если на длительный срок, на месяц, на два, возьмите на один, на два дня покататься. То есть, во-первых, вы проверите байк, как он у себя ведет, тот, который вы выбрали, да? Во-вторых, вы проверите, как ведут себя хозяева байка, когда вы его привозите сдавать. Ну, то есть, проверить ступо их на адекватность, потому что, если вы покатаетесь в месяц, потом вам начнется что-то поднимать, будет ночь. То есть, когда вы будете, ну, проверять хозяев на адекватность, посмотрите, вообще, как они смотрят ли на байк, отмечают ли какие-то царапины, что написано в договоре, то есть, прочитайте обязательно. Я когда прочитал договор, у меня там было написано, что я за повреждением могу отдать 50 тысяч бат. Вот, я с этим делом на них поехал, они такие, ноу-ноу-ноу-ноу, быстро, это только в случае, если вы потеряете байк. Я сказала, стоп, 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 простите, а если меня угонят его, ну что, она-то как, ну-нуу-ноу, такого не бывает, типа, такого не бывает, такого не бывает. Подошла, показала мне, что, ну, крючь поворачивается, и колеса блокируются передние, ну, что и обычно, их в таком виде не угоняют. Вот, ну, единственное, могут на пикап, конечно, загрузить его, да, но она сказала, что, в принципе, таких процентов довольно-таки мало. Вот, тем не менее, можно это проверить сначала. Вот, после того, как вы взяли на несколько дней, покатались, приехали, вернули им этот байк, ну, скорее всего, они паспорт будут требовать обязательно, если вы будете на маленький срок, потому что самый большой такой процент повреждений наносят те люди, которые приехали поддыхать на 2-3 недели. Вот, и из них они железно берут паспорт, без всяких там отмазок, без всяких возражений. Приехали назад им сдавать, сдали байк, желательно всегда приезжать сдавать раньше срока, чем это написано в паспорте, но потом я еще расскажу почему. Приехали, сдали, если захотели, выбрали другой байк, если не захотели, то оставили этот же байк и сказали, что просто мы давайте продлим на месяц, на два. Они вам, скорее всего, посчитают по стандартной цене на сегодняшний день, у нас сегодня, начало, конец, начало декабря 2013 года, с байк стоит арендовать 150 бат на один день, и, скорее всего, они вам посчитают месяц по тем же, исходя из того же тарифа, 150 бат в день. Вот, но это получается 4,5-5. Смело торгуйтесь, если на третий срок. Я предлагал им 3 тысячи, на что они такие нет-нет-нет, мол, 4, мы предложили 3 200, а не 3 700. В общем, сошлись на 3,5, что, в принципе, для бунета является довольно-таки оптимальной ценой на месяц. Ну, естественно, сняли на месяц его за 3,5 тысячи бат, и катаемся, наслаждаемся техникой. Хочу отметить, что в России снять байк, ну, такой, кубатурный довольно-таки, 135 кубов, стоит чуть менее 2 тысячи в день, по-моему, видите, вы посмотрели, полторы, где-то, ну, может быть, от 800. Вот, с этим в Таиланде, на самом деле, халява техники. Что еще хочу сказать? Насчет паспорта. Если вы снимаете на длительный срок, на месяц, на два и дальше, тоже можно поторговаться. То есть, если они видят, в свою очередь, вашу адекватность, что вы умеете водить, что вы, как бы, там, ответственный человек, то они, в принципе, пойдут вам на встречу и могут просто предложить оставить депозит. Вот, в нашем случае мы хотели оставить депозит, но они что-то загнули, 10 тысяч бат. Мы такие прикинули, что лучше, лучше, пусть паспорт лежит, ничего страшного с ним не случится. Тем более, что мы уже им доверяем, так как мы уже снимали, приезжали за паспортом, брали, чтобы снять деньги в банке, или чтобы слетать в Малайзию. Вот, они возвращали паспорт без каких-либо проблем, даже не смотрели байк. Просто мы им ставили, оставляли на стоянку внутри 4 дня и улетали в Малайзию, возвращались и выбирали байк. Стоит сказать, что если у вас возникают какие-то проблемы при сдаче байка, то вы просто говорите следующие слова. Ну, окей, давайте вызываем перстежку полицию, на что обычно большинство тайцев, да и я думаю, что все, становятся очень лояльными к вам, добродушными, и все проблемы снимаются автоматически, потому что Таиланд очень сильно, ну, правительство Таиланда очень сильно обеспокоено той репутацией, которой они складываются. Они заинтересованы, чтобы как можно больше туристов сюда приезжали с каждым годом, потому что туризм в Таиланде, как известно, это основная часть дохода, собственно, всего государства. И поднимать какую-то, там, не знаю, скандалы кучи в интернете по поводу, там, какого-то байка одного никто не будет. Вот, поэтому туристическая полиция за этим хорошо следит, обычно они разбираются, ну, и там, все вопросы, все впрения ваши устраняют на месте. Вот, ну, и еще очень важный момент, не сдавайте байк в последний день перед отлетом домой. То есть, если вы, там, отдыхаете две недели, сдавайте байк хотя бы за день, может быть, за два, до два, когда вы полетитесь домой. Опять же, чтобы в случае, если возникли какие-то проблемы со сдачей, вы имели возможность это все урегулировать за один-два дня через ту же самую туристическую полицию. То есть, за один-два дня ваши проблемы решатся, и вас отпустят домой с миром. Ничего страшного. Если вы уезжаете в последний день, некоторые конторы могут воспользоваться этим нюансом, что у вас нету достаточного количества времени, чтобы разобраться в вопросе, и просто потребуют, ну, потребуют с вас денег. И, деньги, потребуют. Пожалуй, это все на сегодня, что я хотел рассказать о байке. Приезжайте в Таиланд, выбирайте себе байк. Вечное лето, вечный мотосезон. Катайтесь, отдыхайте, наслажайтесь природой и погодой, собственно говоря. Ну, и, собственно говоря, мотоциклы для тех, кто их любит. Вот. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии внизу. Ну, и до встречи в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok